Спасибо. Олег Инна Юрьевич, от меня ушел мужчина и сделал это довольно-таки жестоко. Мужчина, то есть вы жили вместе? Да. Вот вы когда, вот мои дорогие женщины, пытайтесь понять, как только вы соглашаетесь жить с мужчиной без росписи, знайте, что он обязательно от вас уйдет. Потому что у нас все шло к свадьбе, и просто потом человек за три дня от него уходит. А сколько вы жили? Полтора года. Вот шло к свадьбе. Видите, еще раз повторяю, если вы согласились жить с мужчиной без росписи, вы его уже потеряли. Ну, окей. Я понимаю сейчас, что он поступил некрасиво, и что эти отношения, возможно, и хорошо, что их больше нет, но я все равно каждый день думаю о нем. Нет, такого нет, что хорошо, что этих отношений нет. Такого нет. То есть вас Бог соединил. Он их очищает. Ну, то есть, другими словами, эта ниточка остается, но как светлая память. Ну, то есть нужно молиться Богу, думать о нем и, ну, как бы, прощать человеку, пока не остается светлая память у вас в сердце. И только после этого можно начинать новые отношения? А новые отношения можно начинать, когда в сердце появится легкость и спокойствие. Это значит, что вы очистили свою карму. И обычно надо ставить себе срок для возвращения, потому что, ну, вот, допустим, он ушел, и вы не хотите больше с ним. Но это тоже неправильно. Нужно поставить себе срок, молиться, чтобы он вернулся хотя бы полгода, чтобы это будет ваша отработка кармы. Я просто не могу понять. Я понимаю, что я думаю о нем, но как я, когда человек так выступает, так я могу молиться о том, чтобы он ко мне вернулся? Ну, потому что, когда нас кто-то бросает, то это причина, причина этого заключается в нашей судьбе. И когда человек молится о том, чтобы он вернулся, он таким образом уничтожает свою плохую судьбу. Если вы хотите понять логику жизни, я вам ее объясню. Это вам поможет вообще кого-то себе, в принципе, найти. Потому что сейчас вы можете попасть в очень серьезную, опасную ситуацию. Объясняю. Если в вас разрушилась семья, неважно, кто кого бросил, имеет значение. Потому что всегда есть какие-то нюансы. Допустим, вы перед тем, как он вас бросил, совершили какой-то жесткий поступок по отношению. Это бы тоже повлияло. Нюансы есть, понимаете? Но самое главное, вы должны понять такую вещь, что разрушение семьи не подразумевает, что я могу дальше жить, как хочу. Всегда есть путь только один. Вот Бог держит людей вместе, да? Ниточки две держатся. Их нельзя рушить вообще в принципе. Надо пытаться вернуть назад человека мыслями. И когда вы это делаете, вы проходите три стадии. Первая стадия – у вас спокойствие в сердце по поводу этого человека. Вы чувствуете, что или он вернется, или как-то наладится отношение с ним уже, ну, другие, допустим. Вторая стадия молитвы – это контакт. Вы уже его простили и по-доброму с ним общаетесь, разговаривали. Третья стадия – это перемены в его сердце. На третьей стадии он, допустим, говорит. «Я возвращаюсь» и возвращается. Или говорит «Я не возвращаюсь все равно» и не возвращается. Но в любом случае вы прошли свой путь. Вы не рушили ниточку Бога. Вы прошли свой путь к нему. И тогда Бог дает или него, или сразу же другого, который вам положен. Потому что женщина не должна быть одна. Теперь второй вариант. Вы не молитесь о возвращении. То есть вы пытаетесь уходить в другую сторону. Там, в другой стороне, ничего нет. Там пустыня. Там нет людей никаких. Потому что есть только наказание Бога и все. Потому что если вы не хотите сохранять его ниточку, тогда, значит, вы никого не получите вообще. Или получите нескоро и с наказанием уже. Анатолий Геннадьевич, у тебя такая ситуация. Я просила, чтобы он не уходил. А вы говорите сейчас о том, что я снова должна еще раз просить. Я говорю о покаянии. Вот когда он ушел? Где-то полгода назад. Ну, вы ждали его полгода. Все до сих пор думали. Ну, все, поставьте еще три месяца себе. Это будет ваше покаяние. Молитесь. Думать это бессмысленно. Думать означает скулить. А надо побежать судьбу. Нужно молиться Богу, славить Бога и говорить это для того, чтобы восстановить отношения. Ставьте себе еще три месяца. Я думаю, через три месяца вас отпустят, легче станет. И это значит, что вы свой путь к нему прошли. А дальше, если он не хочет сам идти к вам на встречу, это его проблемы уже будут, а не ваши. А сейчас, поверьте мне, ваши проблемы тоже есть. Если вы будете сейчас пытаться выйти из этих отношений, сейчас, то вы будете наказаны. Спасибо большое. Надо молиться, дочистить эту всю ситуацию, доказать. Чтобы в будущем было понятно, что нельзя расходиться, нельзя сходиться без росписи. Это все наказуемо.